Приветствую вас. Самым по себе отклонением это не является, потому что, ну, совершенно очевидно, что для любви все возрасты покорны, да, условно говоря, и нельзя сказать, что если любовь, там, возникает к человеку, например, то, ну, к человеку в парше, то это абсолютно отклонение, отклонение, нет, нет. Эээ, ну, психология, психология считается, что цифра к тому, кто в парше, ну, вот, сильно старше, связано с, ну, с детско-родительскими отношениями, то есть это связано с тем, что в человеке есть какие-то вот незавершённые истории с родителями, вот. И эта незавершённая история с родителями, она, собственно говоря, и даёт вот этот вот момент. А, ну, вот этот момент, связанный с появлением чувств к партнёру старше, вот, понимаете, да? То есть, эээ, бывает ли такое, что чувства к партнёру старше возникают? Да, бывает. Нормально ли это, когда не происходит перенос, когда человек свободен с такого рода отношения, когда человек не зависим с такого рода отношения, тогда да, но в остальных случаях я бы сказал, что действительно имеют место быть определенные трудности, действительно имеют место быть определенные сложности и действительно имеют место быть перенос. И вот именно перенос является тем, что нежелательно, понимаете, именно перенос является тем, что нежелательно для отношений, потому что видится уже не настоящий человек, да, не человек, какой он есть, а видится именно вот что-то по-другой, понимаете, в чем проблема здесь, вот. И, соответственно, очень быстро такие отношения начнут сталкиваться с серьезными трудностями, с серьезными проблемами, с серьезными переживаниями, с болезненностью, вот, с конфликтами и так далее. Вот, чтобы этого не было, нужно это корректировать. Да, конечно, существует такой момент, как моральная страна, этическая страна. Иногда страна бывает еще и связанная с возрастом, ну, то есть, вот, бывает такое, да, что, там, одному партнеру, там, столько лет, что, когда, что, когда, там, допустим, через десять лет, там, да, вот, ну, может быть такая вот сложность, что, ну, что будет, будут трудности с восприятием, там, условного возраста. Вот. И, конечно, это тоже может быть проблемой, безусловно. Ну, мне кажется, что, мне кажется, что важно, как бы, каждую отдельную, отдельную ситуацию разбирать индивидуально. Ну, как бы, вот, и ваша ситуация, она, как раз таки, нуждается в том, чтобы ее рассмотреть максимально попробно, чтобы, чтобы не упускать Деталей каких-то, вот, понимаете? Ну, дело, если вам человек просто пришелся по душе и вы хотите живого человека, человека в смысле, ну, как бы сделать счастливое, одно дело. Другое дело, другое дело, когда есть, ну, вот, перенос, да? То есть, когда что-то в вашем опыте, в вашем прошлом опыте, вот, сложилось таким образом, что вы тяготеете к людям, носят, что только с людьми человек постарше, вы можете чувствовать себя, там, ну, как-то вот спокойнее, да? Получше. И это является проблемой. Так что, все индивидуально. Дальше. В некоторых случаях то, что априори является или может считаться проблемой, может и не быть таковой. При условии, что между людьми все нормально, при условии, что люди находятся в гармоничных, хороших отношениях, и их все устраивает. Понимаете? Какая штука. Вот то, что я могу вам сказать. Что, что я могу вам сказать. Отвечая на ваш вопрос. Конечно, я понимаю, что у вас есть нюансы. Я понимаю, что есть свои особенности. Я понимаю, что, ну, как бы, есть свои, так скажем, особенности. Ну, наверное, вы, как, как никто их знает. Но, именно, именно потому, что вы знаете их, знаете эти особенности. Они нуждаются в том, чтобы быть открытыми. Вот. Понимаете? Какая штука. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А я желаю вам всего самого доброго. И удачи. А из- доброго panic или до трет았습니다 не очень х Unter сеткой горным пациентом операцией. И мы видим каждого к рамппίνя.